Проповедь одиннадцатая В этой истории мы видим, что если мы хотим дать ребенку духовную жизнь, то следует знать его состояние. Он мертв. Бог хочет, чтобы ты почувствовал, что ребенок так же мертв во грехах, как и ты был когда-то. Бог хочет, чтобы ты, дорогой учитель, прикоснулся к этой смерти мучительным, сокрушающим, унижающим сочувствием. Не думая, что можно вытащить головню из огня, не подставив руку так близко, чтобы почувствовать жар, ты должен иметь сознание страшного гнева Божьего и страх перед будущим судом. Иначе тебе не будет доставать святой энергии в твоей работе и тем самым одного из самых важных условий принесения плодов. Входя в положение ребенка и прилагая свои уста к его устам и свои руки к его рукам, ты должен стараться как можно лучше приспособиться к натуре, привычкам и темпераменту ребенка. Твои уста должны найти такие слова, чтобы ребенок понимал, что ты имеешь в виду. Ты должен видеть вещи глазами ребенка. Твое сердце должно иметь чувство ребенка, чтобы ты мог быть его другом и товарищем. Пророк наклонился над ребенком. Один был взрослым мужчиной, а другой всего лишь мальчиком. Тот, кто хочет говорить с детьми, вовсе не глупец. Чтобы учить детей, мы нуждаемся в самых глубоких исследованиях, в самых серьезных мыслях, в самых больших силах. Ты не сможешь оживить ребенка, не склонившись к нему. Самый мудрый человек должен напрячь все свои силы и использовать все свои способности, если он желает успешно учить молодежь. Спасибо. 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 Спасибо.